Который год говорим о сохранности скота и птицы и что в 2023 году падеж крупнорогатого скота достиг максимального значения за историю статистических наблюдений и составил 122,5 тысячи голов. Рост этого показателя наблюдается в 75 районах всех областей республики, причем самые высокие цифры Краснополья, Бобруйск, Горец, Кировск, Могилевской области более чем в два раза. По результатам трех месяцев текущего года ситуация с падежом еще более ухудшилась. Падеж крупнорогатого скота вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это в среднем по стране, а в Могилевской области почти в два раза 1,7, в Минской и Гродненской 1,3 раза. Практически в каждом хозяйстве нарушаются требования технологических регламентов содержания и кормления скота. Не обеспечивается выпойка новорожденных телят, молозивом, не соблюдаются схемы вакцинации. Знаете, вы только мне не говорите о причинах. Вы знаете, что у меня есть небольшая ферма, и я думал, ну может быть я уже слишком требую скадров. Я неделю наблюдал, как работают обычные люди, там обычные люди работают, доярки. Нет там ни ветеринара, ни зоотехника, надо, вызываем. И я у доярок спрашиваю, ну хорошие телятки, поэтому, слава богу, нет падежа. В чем причина? Вы что, их там постоянно на уколах держите? Нет, говорит, одна вакцина после рождения. На лозе он там выпойка, сразу отнимают от коровы. Ну в деталях вспомнил, что было в былые времена. Ничего особенного. Но содержание достойно, чисто, аккуратно, сухо. И не надо никакого умного земледелия или животноводства, в целом сельского хозяйства. Просто ответственность и дисциплина, человеческое отношение к животному. Я не знаю вообще, как вы можете допустить, простите меня за это, что у вас дохнут эти бедолаги, только что родившиеся. Это безобразные отношения, безнравственные, если хотите, отношения к животным. Продолжение следует...